Сегодня мы поговорим о том, что мы, как родители, можем сделать для себя, в чем мы можем искать поддержку, какие способы уже существуют, или может быть мы что-то вместе вспомним, или вы сможете поделиться какими-то своими ноу-хау, чтобы я потом могла рассказать своим клиентам или другим слушателям. Потому что всегда очень важен опыт тех, кто действительно это попробовал на себе и может сказать, это работает. И я вам рекомендую. Сегодня мы поговорим и об учебе, как о очень эффективном способе помочь себе. А теперь я хочу немного поговорить о том, вот о тех самых запросах и вопросах, которые я получила в последние дни. И мои клиенты, которые живут в России, они спрашивают, насколько мы, чем можно успокоить свою тревогу, потому что сейчас те, кто живут в России, они не понимают. Действительно нужно идти что-то покупать. Клиентка, с которой я разговаривала вчера, она в некоторой панике и, собственно, хотела от меня тоже каких-то практических советов. И ее фразы, я не знаю, за что хвататься, и я не успеваю. Я так ее хорошо понимаю. Я думаю, что многие из нас очень хорошо ее поймут. Когда в доме маленькие дети, когда куча всяких проблем, и все это сваливается очень, не вовремя, очень неожиданно, и мы все до последнего надеемся на лучшее, что это все пойдет мимо нас. И тем не менее, вот это вот случилось. Эта клиентка, она живет в России, в большом городе. И она говорит, я понимаю, я вижу, что происходит в мире, и сейчас я должна подготовиться, но я не знаю, за что хвататься. Мы составляем, во-первых, список, в который входят наши какие-то дела. Покупка еды, покупка медикаментов, проверить аптечку, а что у меня есть в аптечке, а есть ли у меня там партия томов, есть ли у меня там. Потому что вот буквально позавчера моя приятельница, которая здесь живет в Праге, она сказала, все купила, ты знаешь, вот все купила, а партия томов в доме нет. То есть, ну, как бы вот. Я на себя ругала за это. Ну, как же так я допустила, что вот у меня все есть, а партия томов нет. Отсюда у нас второй пункт. Перфекционизм нам сейчас не помощник. Мы и так достаточно взвинчены, мы и так достаточно взволнованы, поэтому мы себя хвалим. 85% успеха, наш волшебный критерий, мы здесь его тоже применяем. В некоторых ситуациях 75% это тоже хорошо. Не загоняем себя в губ. Поэтому садимся, пишем список, что мне нужно для спокойной жизни. Ну, понятно, там 6 миллионов долларов в этом списке будет присутствовать, каким-нибудь 20 пунктом. Но все-таки первые 19 пунктов мы стараемся написать более такие жизненные, да, которые нужны прямо сейчас. Это каждый из нас знает, как не просто быть целый день дома с ребенком. И целую ночь, и еще один день, и еще одну неделю. И, в общем-то, как-то иногда бывает сложно. Меня очень удивила одна моя мама, одна моя кредитинка, которая, вот у меня мальчик в детском саду, в котором я сотрудничаю сейчас. И, когда мы с ней общались вот недавно, она обрадовалась, она говорит, так здорово, карантин вели. Я говорю, здорово. Вы, наверное, первый и единственный человек, который вот радуется этому, она очень такая позитивная женщина. Не всегда разумно-позитивная. То есть она не такая, что надо быть всегда на позитиве. Меня это пугает немножко, когда люди всегда на позитиве. А она очень разумно такая, позитивная. И она сказала, вы знаете, мы уже, наверное, месяца-два собирались провести туалетный тренинг. И все было как-то не до того. Мы куда-то ездили, мы что-то было зима, было холодно. А сейчас у нас есть прекрасный момент такой проводить туалетный тренинг. Ну, что тут говорят? Таких ситуаций говорят, аплодирую стоя, да? Мы с ней все поработали, обсудили, как они это будут делать. И вот они с завтрашнего дня начинают проводить туалетный тренинг. Меня очень порадовала ее реакция. И так здорово. Это может быть, например, не обязательно туалетный. Это может быть тренинг, когда мы работаем с пищевым поведением. С любым другим проблемным поведением. Для этого нужно знать, как с ним работать. Для этого нужно поучиться, почитать, послушать. И, в общем-то, либо найти себе консультанта за это время, либо определиться, куда я пойду учиться, какие книжки я куплю. То есть это все то самое расписание, которое вы можете для себя составить. Для себя, для ребенка, что вы будете делать. Это всегда, это тот навык, который пригодится однозначно абсолютно. Всегда. Жизнь такая у нас стремительная и так много хлопот и забот, что действительно сейчас стоит воспользоваться этим моментом, когда какая-то часть забот временно нам недоступна. Что еще относительно возможности оставаться спокойными в такой ситуации? Насколько нужно действительно быть все время на позитиве, все время улыбаться, только шутить? И возможно ли это, и нужно ли это? На мой взгляд, это не нужно и невозможно. И если вас что-то печалит и тревожит, и ситуация вот эта вот, плюс еще какие-то у всех у нас есть проблемы, здесь я не буду рекомендовать найти себе психолога прямо сейчас, потому что все мы понимаем, насколько это не всегда реально, и насколько это не всегда дешево. можно найти на Фейсбуке, например, какие-то тематические группы, где человек может прийти и как-то высказаться, и рассказать о своих печалях. И если вы не готовы делать это от твоего лица, то это можно сделать сейчас, это доступно, вы можете сделать второй аккаунт, и прийти и об этом поговорить. Почему я говорю об этом? Потому что вот не одна моя клиентка пользуется такой возможностью. Я знаю об этом, мы это не обсуждаем, потому что все-таки я не психотерапевт. Но тем не менее я как-то в разговоре, я об этом слышу. Это людям иногда, женщинам особенно это бывает важно, поговорить, да, перетереть с девочками. Поэтому вот есть группа прекрасная, называется «Уши любви». Так, значит, что еще? Что делать все-таки? Паниковать, не паниковать. Может быть, нужно для успокоения кому-то полезно почитать про те эпидемии, которые уже были, и с которыми человечество успешно справилось. Это тоже, кстати, хороший вариант, кому-то это помогает. Как справлялись с эпидемиями в те времена, когда не было ни интернета, ни антибиотиков, ни аппаратов искусственного дыхания, ничего не было. И тем не менее. Кто-то, есть у меня удивительная тоже семейная пара, они сказали, что они смотрят фильмы «Катастрофы», где все хорошо кончилось. Я не могу рекомендовать этот способ, поскольку для меня это достаточно удивительный способ. Я не готова смотреть фильмы «Катастрофы». Но, например, им это эффективно и им это нравится. То есть мы ждем Брюсу Иллиса, который придет и всех нас спасет. Почему нет? Если это успокаивает, если это развлекает, если это помогает оставаться в таком спокойном и веселом расположении духа, ну, почему бы и нет? Может быть, и фильмы «Катастрофы» подойдут. А есть еще такой способ борьбы с реальностью, как утверждать, что эпидемии нет. Это все происки врагов. Это все придумал Черчилль в 2018 году. Высоцкого была такая песня. Ну, в смысле, есть. И говорит, что да, каждый год грипп, каждый год умирают, каждый год пневмонии, вот это вот все. И все это вот в Запад падает, Европа падает в обморок, а вот там в Свердловской области 40 тысяч заболевших гриппом, и никто в обморок не падает. А на мой взгляд, такие разговоры об отсутствии эпидемии, о том, что ничего не нужно делать, о том, что все в порядке, это безответственное болтование. А на мой взгляд, прятать голову в песок, это очень неудачная стратегия, в любом случае. Потому что под песком, во-первых, может оказаться асфальт, а во-вторых, ну, как раз вот это, по-моему, такой оптимизм и такой взгляд на вещи, это как раз не оптимизм. Это трусость и лень. Поэтому, чтобы реально смотреть на вещи и сохранять спокойствие, ищем каждый для себя тот момент, который поможет нам оставаться в эффективном, функционирующем состоянии. Потому что мы родители, мы несущая конструкция. Мы должны себя беречь. Мы можем научиться умению сохранять спокойствие в такой критической ситуации, ну, и умению мыть руки. Потому что это умение тоже не всем, ну, не всегда люди придают этому такое большое значение. Хотя стоит. Дальше еще одна стратегия, та самая, та самая стратегия, которая называется искусство маленьких шагов. Каждый день, день за днем, тем, кто работает со своим ребенком, тем, кто работает с другими детьми, когда мы обучаем новым навыкам или корректируем поведение, вот эта вот стратегия, вот это искусство маленьких шагов, это наше все. Мы все время так работаем. То есть это просто для нас еще один, ну, не просто, конечно, это еще одна возможность обобщить наш навык. Каждый день мы должны делать что-то, что приближает нас к более спокойной ситуации, к тому моменту, когда мы сможем сказать, что мы это сделаем. Я когда-то читала биографию Элизабет Тейлор, красавица, знаменитая актриса, человек, у которого, ну, так со стороны глядя, можно было подумать, сколько у нее, восемь мужей было или девять, ну, какое-то безумное количество совершенно. То есть исключительно энергичная женщина. И я почитала вот эту вот фразу у нее. Я не буду приводить прям точную цитату, потому что она не совсем приличная, скажем так. Но смысл такой, что каждый день я поднимала себя за мадам сижу, и каждый день я давала себе пенка и шла. Мне показалось тогда так удивительно. Ну, у нее же все получалось, у нее же такая жизнь. Ну, вот как-то запомнилось мне это, что даже вот Элизабет Эвер помежденно была делать такие вещи. И сейчас, когда всем очень непросто, то вот эта самая солидарность, взаимная забота и карантин помогут нам выйти из этой ситуации. Это очень похоже на ту самую длинную дистанцию, на которую мы выходим, когда начинаем учить детей новым науком и работать с поведением. Начинаем. В первую очередь со своим поведением мы начинаем работать. Поэтому используем ситуацию эту для подкрепления, для обобщения своего поведения и для того, чтобы узнать что-то новое. Я желаю всем второе. Помимо коронавируса у нас еще есть куча проблем. Много-много пунктов, по которым мы хотели бы себе помочь. Нам нужно найти специалистов, которые будут помогать нам учиться, нам в обучении нашего ребенка, может быть в лечении. Естественно, это потребуется. Это лечение может быть совершенно разнообразное. Финансы. Теперь особенно острый вопрос финансирования. И может быть мы хотели бы себе помочь, чтобы у нас была возможность хотя бы пару часов побыть не с ребенком в одиночестве. Сейчас после карантина, когда это все закончится, это будет особенно актуально. и вообще чем-то хочется себя очень укрепить, потому что мы понимаем, что на нас основная нагрузка и важно держать нас как опору в порядке. Никто, кроме нас самих, этим не будет озабочен естественно. Поэтому мы ищем помощь и внутри себя, и вовне, и конечно в разные моменты жизни нам нужна разная помощь. Поговорим сейчас о том, о той ситуации, когда нам необходимо, чтобы кто-то посидел с нашим ребенком. Не так часто, в любом случае, найти кого-то, кто посидит с нашим ребенком, или друзей, я имею ввиду. Не только те люди, которые занимаются этим профессионально, но и друзья, или родственники. Очень часто я вижу такие истории, что мои клиенты говорят, друзья пропали. После того, как они узнали, что у сына или у дочери наши диагноз, друзья пропали. Или родственники совершенно не горят желанием и помочь, побыть с ребенком и помочь как-то мне с этим разобраться. И действительно появляется ощущение одиночества, брошенности и такого отстранения. К сожалению, бывает так, что действительно люди это делают для того, чтобы не иметь в жизни таких проблем. что можно сказать. Они так решили. Но иногда родители, естественно, когда мы и так обыстрены нервы, и мы все воспринимаем, все, что касается нашего ребенка, мы воспринимаем, как всегда родители воспринимают, очень остро и очень близко к сердцу. И когда мы видим, может быть, а может быть, нам показалось, потому что, как показывает практика, бывают такие ситуации, когда действительно вот это вот я никого не заставляю, я буду биться дальше в одиночку, не всегда это действительно так, то это стоит делать. Иногда стоит попробовать вести себя по-другому. той ситуации, когда, например, кто-то из родных или близких или друзей, он бы, может быть, и посидел с нашим ребенком, он просто не знает, что с ним делать. Вот мануала мы никакого не предоставляем, мы просто говорим, посиди с моим сыном или с моей дочерью, а что с ним делать-то? Это касается любого абсолютно ребенка, нейротипичного, нейротличного, просто не всегда люди действительно знают, а тем более, если речь идет о ребенке с особыми потребностями, то они особые потребности, чтобы человек был в курсе, посторонний. Поэтому нам имеет смысл иметь какой-то нам, как родителям, имеет смысл иметь какой-то мануал, какое-то руководство. А что значит посиди с ребенком? поэтому можно попробовать написать что-то такое, какое-то руководство, что делать и обозначить обязательно время, те же самые приемы, которые мы используем при обучении детей. Прикладной анализ поведения, законы поведения работают абсолютно для всех и правила обучения новым навыкам или правила работы с поведением. Они работают также для взрослых и для наших друзей, для наших родственников. И научившись им, вы можете их использовать совершенно не обязательно только для своих малышей. Я читала в блоге одной мамы, она рассказывала в живом журнале о том, что она испытывала большие трудности. Каждый раз, когда она просила родственников подменить ее, для того, чтобы присмотреть за дочерью, она встречала такое, может быть, лучше не надо. И однажды она решила устроить семинар обучающий. Она собрала родственников и друзей, сколько-то там человек. И что она проводила, что она делала? Она проводила десензибилизацию родственникам и друзьям, чтобы они перестали бояться ее дочери. По словам этой мамы, она хотела показать своим близким, что ее дочь не опасна, что с ней можно договориться, что с ней совершенно замечательно можно проводить время. И просит она не о бесконечном каком-то сроке, а обозначала она четко, сколько ей нужно, например, неделю, чтобы с ней побыли с дочкой, чтобы мама сходила в парфмахерскую или еще какие-то моменты. Поэтому подготовившись подобным образом, она пригласила что-то там 5 или 6 своих родственников для вот этого обучающего семинара. Она пишет, что я очень удивилась, когда двое из 6 согласились посидеть с дочерью на следующей неделе. это конечно была не такая полная победа, чтобы все 6 бросились и сказали ах, ах, мы теперь всегда будем сидеть с твоей девочкой. Такого конечно не было, но она говорит, я вообще боялась, что они все разбегутся, а тут двое были все-таки готовы. Это была ее маленькая победа, но я даже думаю, что не маленькая, это очень серьезная победа. Что касается даже поведение, иногда один из родителей, папа или мама больше проводит времени с ребенком, а второй он говорит, что я много работаю, я много провожу времени на работе, я бы лучше деньги зарабатывать с детьми. Ну папы вообще очень часто стараются, да, но лучше поработаем. у меня в практике была такая ситуация, когда папа оставался с сыном и у сына постоянно, каждый раз, когда он оставался с отцом, у него случались мелдауны. Не истерики, а мелдауны. Разницу сейчас расскажу. Обратились ко мне с этим запросом, почему именно присутствие папы, в присутствии папы случаются эти самые ноудауны. Что ж такое-то? Наблюдали за поведением, собирали данные, выяснили вот эту вещь, выяснили именно, что это были не истерики, а именно ноудауны. То есть что ж такое-то? Почему? Оказалось, потому что папа не знал как нужно, что значит посидеть со своим десятилетним на секундочку сыном. Десятилетним. Потому что мама всегда предпочитала взять это все на себя. Она хорошо знала поведение сына. Они с сыном понимали друг друга. Мальчик высокофункциональный десятилетний. то есть это не малыш. Это я к тому говорю, что вот эти вещи, они могут случаться даже в тех ситуациях, когда кажется, 10 лет папа живет и не хочет посидеть с этим мальчиком и до сих пор он не знает, что делать. То есть это действительно подтверждает тот момент, что иногда человеку нужно более подробно рассказать, а что нужно делать. Мы разбирали это все и довольно долго, потому что папа, естественно, мы не любим признавать, что мы делаем что-то не так. Это была такая совместная работа поведенщиков и психологов. Но разобрались и по крайней мере папа был готов слушать маму, потому что он слушать не хотел маму, что все рекомендации мамы, которые она ему давала, ты его не воспитываешь как мужчину, его надо как мужчину воспитывать. То есть вот эти вот даже среди самых близких, не то, что там дедушки, бабушки, дядюшки, тетушки, а муж и жена, папа и мама иногда не могут договориться, как же следует себя вести. Поэтому не всегда удается справиться с собственными силами и нужно привлекать специалистов. Теперь разница между ноутдауном и истерикой. Истерика, проблемное поведение, то, о чем мы еще будем говорить, будет еще вебинар работы с поведением, и мы постоянно будем об этом говорить. Истерика это такая ситуация, когда ребенок контролирует свое поведение. Да, он начинает кричать, лопить, бить ногами и все вот это вот для чего-то. То есть это поведение, которое имеет одну из четырех возможных целей. Получить внимание, получить что-то материальное, избежать чего-то или получить некие ощущения для себя, то есть какую-то самостимуляцию. Если поведение старое, давно существует в репертуаре, то оно может достигать всех четырех целей сразу. По всем четырем целям может работать. То есть, когда-то ребенок лежит на полу и бьет ногами для того, чтобы достать мороженое, получить мороженое, а когда-то он собственно лежит на полу, то есть выглядит поведение так же, но оно служит другой цели. А он, например, хочет избежать стрижки. Истерику мы можем остановить несколькими способами. И самый худший способ, который мы можем придумать, это дать ему то, что он просит, или не дать ему то, что он не просит, то есть подкрепить истерику. Это очень плохой способ для нас. Ребенку будет хорошо, а мы потом будем с проблемами. Дальше это может быть игнорирование, которое мы должны грамотно просчитать. И тоже подкрепление, которое выражается вот в чуши-пуси. Вот чуши-пуси, они тоже очень не всегда актуальны, хотя бывают моменты. Но это уже надо индивидуально разбирать. Потому что иногда действительно ребенок расстроен и плачет, и ничего не будет плохого в том, если мы его утешим, покажем ему, что мы с ним. и да, действительно бывают в жизни такие вот обиды, когда нужно, чтобы кто-то погладил и пожалел. Поэтому здесь индивидуально. Так, что касается милдауна, то это перегрузка. Вот всего было очень-очень-очень много и происходит вот это вот. По словам, где-то я читала в одном из тоже источников, там, где взрослые в основном функциональные аутисты описывали, люди с аутизмом описывали то, как это происходит. И одна из девушек написала это как извержение вулкана. То есть это до какой-то степени накапливается, накапливается и потом это милдаун не требует зрителей, в отличие от истерики. Он может случиться с человеком где-то, например, в торговом центре либо в метро. То есть там, где очень много каких-то сенсорных информаций. И шумно, и свет какой-то необычный, и людей много. То есть по всем пунктам, и поскольку мы знаем, что у людей с аутизмом есть проблемы с обработкой сенсорной информации, так уж они устроены, то можно легко понять, что когда на нас обрушивается сразу и свет, и звук, и запахи, и еще какие-то, ну, все, все, что можно. То есть по всем нашим чувствам максимальная загрузка, то естественно человеку очень легко и произойдет тот самый извержение вулкана. И поэтому здесь совершенно другая ситуация, как мы будем справляться. Нам нужно будет обеспечить человеку какой-то уединенный уголок, обеспечить его безопасность, потому что человек в этой ситуации не всегда отдает себе отчет, не всегда доступен для коммуникации, я думаю многие, я надеюсь, что не многие, но может быть не все, но может быть кто-то из вас сталкивался с тем, когда ребенок в таком состоянии или человек в таком состоянии, он для коммуникации как правило очень мало доступен. Наше дело оградить его и максимально помочь тем, чтобы все вот эти вот впечатления, те, которые привели к собственному срыву, они были минимизированы. Есть много таких рекомендаций, как себя вести в этой ситуации, и если вы оказались свидетелем этого, такие тоже рекомендации есть, не стоит там развлекать ребенка, отвлекать человека там какие-то конфетки, фигнюшки и все вот это вот, это все лишнее. Наше дело обеспечить спокойное место и физическую безопасность человека и в общем туда ждать. Если возможно покинуть то место, где это все произошло, замечательно, покидаем это место, если нет, то работаем на месте. и естественно, если мы знаем, что у нас человек, ребенок, взрослый, неважно, может такие, уже были свидетелями таких ситуаций, то мы из этого должны сделать выводы и посмотреть, что мы можем сделать, то, что касается сенсорики. Может быть, это будут наушники, может быть, это будет какая-то та самая десенсибилизация, когда мы будем работать со страхами, может быть, это будут темные очки или еще что-то, то есть то, что поможет человеку легче справиться с нервозностью и перегрузкой. И это тоже все очень индивидуально. И в любом случае, что бы это ни было, ни было, мелдаун, истерика, мы в любом случае сохраняем спокойствие. Насколько нам это вот мы должны быть прям вот, мы должны. Конечно, когда это случается в первый раз. Если кто-то, у кого случилось это в первый раз, и родитель при этом смог сохранить спокойствие, то снимаем шляпу. Если же это не получилось, то это обычная ситуация, в которой нам тоже требуется учиться, чтобы помочь себе в следующий раз. Помогая себе, мы помогаем ребенку. То есть, чем мы спокойнее, подготовленнее, тем лучше мы можем помочь ребенку. Каким образом мы подготавливаемся, что мы будем делать, это мы решаем, если у нас есть консультант, то мы разбираем это с поведенческим консультантом. Если вы сами учитесь и знаете какие-то рекомендации, методики и как работать с поведением, то вы пишите себе вот это вот все, а что я буду делать. Потому что есть такое правило, что во-первых, два таких интересных правила. с одной стороны, мы работаем с поведением там, где оно происходит, а с другой стороны, мы работаем с поведением тогда, когда его нет. Ну, все понятно, да? Мы, конечно, когда случается какая-то вот такая ситуация, не обязательно такая яркая, как ноутдаун, это может быть просто мы пришли на площадку с ребенком или поликлинику или еще куда-то, мы не ждем того, что нам кто-то будет все время говорить какие-то слова поддержки, но тем менее критические замечания это вот то, чего мы ждем в последнюю очередь. Очень часто я могу слышать от своих клиентов и у меня был собственный такой опыт, когда я гуляла со своей ученицей, естественно, на площадке же не знаю, что это не мой ребенок, ну, собственно, на данные там полчаса, 40 минут это мой ребенок, я за него отвечаю, поэтому я тоже выслушивала, что девочка ведет себя не так, что я должна ее забрать с площадки, еще какие-то вещи, но социализировать ребенка, который не бывает в обществе, не выходит в общество, это достаточно трудное занятие, мне не с кем было бы, невозможно было бы тренировать какие-то социальные навыки, если бы ребенок продолжал сидеть дома, что он делал до того, как я пришла к ним работать, и в общем-то на улицу выходила только я, родители не выходили, то есть у ребенка не было возможности обобщить это поведение с родителями, вот здесь возникала очень такая непростая ситуация, потому что со мной девочка уже вела себя вполне нормально, а с родителями были все еще проблемы, потому что потому что однажды мне позвонила клиентка и сказала, она просто рыдала мне трубку, они пришли в поликлинику, а у мальчика прекрасный мальчик совершенно, но у него, как у многих детей с аутизмом, у него яркие такие, особенно когда он волнуется, вокальные стимы и моторные стимы тоже, а естественно когда он приходит в чужое место, несмотря на то, что он там много раз был и проводили какие-то знакомства и все вот это, вот тем не менее человек волнуется, человек начинает ярче вокализировать, громче и моторные стимы тоже, и вот родители собственно те, которые были рядом, казалось бы, можно было сказать, ну вот проведите своего ребенка первым, вы ждете, он волнуется, мы видим, пожалуйста, вот пройдите, ну были сказаны совсем другие слова, которые очень огорчили маму, и в этот момент, то есть мама себе помогла тем, что она вспомнила, вот она может мне позвонить, она может плакать, она может это рассказать, это очень грустный такой способ помощи, но это очень хорошо, что она как-то и она мне говорила, она анализировала свои эмоции, она говорила об этом, что ее очень это расстроило, всякие разные слова, но это помогло ей успокоиться и взять себя в руки, и никому из этих родителей или там из окружающих не наговорить того, о чем бы она потом пожалела. Теперь, что касается буллинга. Поскольку это такая отдельная большая тема, скажу пару слов. Вкратце, что можно про буллинг? Особенно часто от родителей я могу слышать, сейчас касается один момент буллинга, который касается родителей и другой момент, который касается детей. Что мы можем сделать, если мы подготовимся к на какую-то дежурную фразу. Спасибо, я обязательно учту, потому что очень часто бывает так, что советуют другие мамы, папы, кстати, тоже большие специалисты, бывает иногда очень. Была такая ситуация, когда ребенок лежал в луже, кричал, что он чего-то там хочет, а мама стояла над ним и выжидала. И подошел к ним какой-то господин и стал учить эту маму, как нужно в этой ситуации поступить. Мама сказала, что я сейчас его выну, из этой луже, вы его поддержите, а я запишу то, что вы мне советуете. Господин передумал и ушел. Я не говорю, что это отличный способ, что именно так и нужно, но в тот момент мама себе помогла тем, что она таким образом пошутила. Еще было хорошо, что ребенок увидев, что мама разговаривает с кем-то, не обращает на него внимания, орать перестал вопить в луже лежа. И как-то стал двигаться к берегам. Но это была такая ситуация, о которой я часто рассказываю, мне она очень нравится. это было давно, девочка уже большая, но вот она любила так сделать. То есть она совершенно сознательно искала лужу, в которой можно полежать, и вот там устраивала запуск. Справлялись с этим поведением довольно долго, но справились. Что хорошо было маме, да, и поскольку это случалось несколько раз, то вот мама говорила, что вот эта подготовленная фраза, ее очень вручала всегда, потому что первые там может быть 3-5 раз, мало того, что ребенок лежит в луже грязный, мало того, что вот это все, и как правило там мама еще и с какими-то авоськами, и тут еще подходит какой-то доброход, который дает советы, ну, поскольку мы же не хотим никого обидеть, мы не хотим там наорать на чужого человека, чтобы потом его это пожалеть. Ну, вот, собственно, вот эта подготовленная фраза очень помогала этой маме в этой ситуации как-то себя держать в руках. Дальше, что касается буллинга ребенка ребенком, то есть дети, которые травят, обижают кого-то, для этого совершенно ребенок может не быть особенными потребностями, это может быть любой абсолютно ребенок, я думаю, что, к сожалению, многим из нас знакомо, что такое буллинг в школе, в каком-то подростковом возрасте или раньше или позже. Что в этом случае делать, как поступить в какой-то конкретной ситуации, естественно, как всегда, мы обсуждаем, собрав все данные, имея все данные, что мы можем сделать. Из своей жизни пример. У меня была такая ситуация, когда мой младший сын, очень маленький, это класс третий, может быть, четвертый, он носил очки и был такой, ну, ботаник. Вот. Это хорошо, что он меня сейчас не слышит. Вот. И однажды ушел домой и, собственно, встретили его какие-то мальчики. Зима была. Домой он пришел с этими разбитыми очками в руках. они его повалили, они его пинали ногами. Вот это вот все. Я просто, почему я сейчас об этом говорю, даже сейчас об этом говорю, я испытываю отголосок того чувства. Я была в фантастическом бешенстве. То есть, я, наверное, я не помню, когда я еще что-то подобное испытывала, но когда обидели моего ребенка, причем вот именно так, да, и он не плакал, он говорил, мам, ну, очки сломались, я, вот, ну, я старалась их спасти, а они, вот, мне не удалось, они сломались. Это было, когда я побежала к этому месту, то есть, я его посмотрела, все, посмотрела, что он цел, какое-то время это заняло, естественно, и он мне не хотел говорить, где это произошло. Ну, просто он обмолвился несколько слов, я поняла, что где это было. Муж в это время был дома, и, в общем-то, он, как я потом уже поняла, он просто так, для того, чтобы меня контролировал. Когда я остыла немного, пришла в себя, я очень порадовалась, что я не встретила этих мальчиков. Очень порадовалась. И для себя вот это был единственный случай, слава богу, я для себя потом сделала выводы. То есть, я себе старалась помочь тем, чтобы проанализировать эту ситуацию, и если бы это случилось, не дай бог, в будущем, тогда то, чтобы я уже не лучше бы держала себя в руках, потому что я поняла, что мне очень сложно в этой ситуации было держать себя в руках. поэтому учимся на каждом примере. Что касается учебы на чужих ошибках. Недавно в одной из групп из тематических я увидела в открытом доступе, то есть, это не моя клиентка, которая мне бы это писала, нет, это было написано в открытом доступе, там было написано имя мальчика, я его брала, поскольку я цитирую это, и там мама анализировала свои ошибки. Сыну на сегодняшний день 24 года, и она собрала и проанализировала свои ошибки для того, чтобы другие родители могли помочь себе, учтя ее ошибки. она пишет, что «Да, сейчас я ни о чем не жалею и свято верю, что в каждый момент в моей жизни я принимала единственное верное для конкретной ситуации и текущего состояния решение. Я сделала для развития сына все лучшее, что только могла, мне не о чем сожалеть». Но сейчас с высоты нашего 24-летнего опыта я могу оглянуться назад, поразмыслить о пройденном пути и сделать определенные выводы, которые могут оказаться полезными для тех, кто идет следом. То есть это замечательная совершенно способность, почему вот я еще говорю, что искать единомышленников всегда, потому что есть вот такие прекрасные люди, которые, пройдя этот путь, они анализируют, они пишут, они показывают тем, кто идет следом, на какие грабли можно не наступить. и этим мы очень здорово можем помочь себе постараться учиться на чужих ошибках, учитывать эти ошибки, потому что это не такая экзотика, как кажется, что «да нет, это вот ее ошибки, а я так никогда не сделаю». Это даже иногда помогает понять, что прямо сейчас я делаю эту ошибку и мне стоит по-другому посмотреть на ситуацию. так вот мама это пишет, что она заподозрила, что с сыном что-то не так, когда ему было около года, а диагноз был поставлен в три. И два года были потрачены на отрицание очевидного и попытки убедить самих себя в том, что это временные трудности и они когда-нибудь рассосутся. Вывод. Если вам что-то кажется, значит, вам не кажется. ищите честные ответы на свои вопросы и недовольствуйтесь теми ответами, которые вам хотелось бы услышать. Как часто мы это делаем, да? Мы слышим что-то такое, что нам хочется услышать и мы успокаиваем себя, а время уходит. И это очень часто. Так, это не потому, что там плохие родители или кто-то там недостаточно внимателен человеку свойственно верить в лучшее, человеку свойственно надеяться на лучшее, но иногда это очень мешает. Когда я поняла, что, дальше мама пишет, когда я поняла, что мои опасения подтвердились, я скупила все книги и журналы про аутизм, которые можно было найти в 90-е, что Дилл рвала справочник по детской психиатрии. Но этого недостаточно. И дело не только в том, что тогда было очень мало информации, а сейчас ее очень много. И это действительно так. Это уже мои слова. За последние 10 лет ситуация очень изменилась. То, что 10 лет назад было невозможно себе представить такое количество литературы, мы как-то пытались друг у друга, это были переводные какие-то вещи, сложно доставалось, и все вот это вот, мы по крупинкам по каким-то там что-то собирали. то сейчас конференции, книги, в интернете материал нужно уметь выбирать, естественно. Чтобы уметь выбирать, для того, чтобы выбрать то, что нужно, нужно иметь образование. То же образование, которое у нас в России представлено разными совершенно возможностями несколько педагогов, несмотря на то, что сейчас какие-то там сложности происходят в БАСП, совет американский, который, собственно, это все курировал, это все равно все утречется, все равно, ну, тут вот как-то все сразу вирус, доллар и совет БАСП. Зато сразу потом совсем разберемся. Так вот, это про количество информации, да, можно пойти к такому педагогу и к всякому педагогу и выбрать того, кто вам больше нравится. В Чехии, кстати, такой возможности нет. Поэтому надо пользоваться тем, что есть. Если вы решили, что вы будете заниматься, естественно, если вы решили, что вы будете заниматься своим ребенком в русле прикладного анализа поведения, то, естественно, имеет смысл учиться. Я никогда не рекомендую своим клиентам, своим будущим коллегам идти сразу на полный курс BCBA, то есть младшего аналитика или BCBA, это титулы, которые нужно еще получить, и теперь это будет немножко по-другому, когда совет БАС вот так изменил свою политику. Какие-то будут другие титулы, но неважно. Факт тот, что есть вот эти курсы, у которых вы можете получить базовые знания. И базовые знания, тем более, если вы собираетесь работать естественно с ребенком руками, то имеет смысл идти на курсы терапистов, РБТ, техников. Там будут, может быть, и есть естественно курсы для родителей. Это другой формат обучения. Это даже не вот эти наши просветительские лекции, потому что если подразумевается обучающий формат, то я должна была бы вам прочесть лекцию, дать вам домашнее задание, вы бы мне его прислали, я бы вам проверила, и вот это вот все. И по окончанию курса что-то такое вам написалось, что все молодцы, и все сдали отлично. Поэтому смотрите, где вы будете учиться, как вы будете учиться, и в каком формате вам больше, какого учителя это больше вам подойдет. Главное, чтобы вся получаемая информация трансформировалась в действие и приносила какую-то пользу. Потому что, к сожалению, бывает так, что мамы учатся очень много, и они заняты делом. Да, я же учусь, но это я учусь никуда не переходит. То есть, это немножко такая дефлексия. Жмет в одном месте, а говорим о совершенно другом. Ну, тут не совершенно о другом, тут как бы связанные вещи, я учусь, но вот эта вот учеба, она не становится, она не переходит, она не обобщается. То, о чем мы всегда волнуемся, о чем мы всегда, любая поведенческая программа, любая программа обучения новым навыкам, она всегда должна включать генерализацию, чтобы навыки, которые мы учим, они были функциональны. А вот такое обучение, когда человек все время учится, 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 там и книг, но это никак не помогает в жизни, то это в общем надо пересмотреть такую политику. Дальше это мама пишет. В угоду своему глупому материнскому эго я разучивала с сыном стихи Пастернака, а умение распознавать свои чувства и переживания оказалось в итоге упущенным. Вывод. Столкнувшись с диагнозом, первое, что нужно сделать, это как можно лучше узнать врага в лицо, изучить идеологию, причины, прогнозы, все имеющиеся на данный момент времени способы коррекции с научно доказанной эффективностью. Второе. На основании полученной информации обозначить для себя цели, приоритеты, стратегию и действовать. И пусть иногда это будет так, это как девиз, без надежды, без отчаяния, делай это. В прикладном анализе поведения есть такая не то, что методика, но тоже одна из методиков, которая звучит как учим и надеемся. учим и надеемся. А иногда действительно, когда, может быть, эта надежда мешает нам, то тогда нужно без надежды, без отчаяния продолжать это делать. И в какой-то момент жизни, может быть, нужно себе сказать учим и надеемся, а в какой-то момент нужно сказать так, без надежды, но и без отчаяния. Продолжаем это делать. Дальше мама пишет, я подключила лучших специалистов сразу после того, как диагноз был поставлен. Сыном постоянно занимались бабушка-детский психолог и чудесная профессиональная няня, но этого было недостаточно. Я не придавала должного значения своему личному участию в процессе вмешательства. То есть вот сейчас анализируя это все, мама четко это понимает. В какой-то момент я была вынуждена сконцентрироваться на зарабатывании денег, но я не осознавала важности родительского участия в развитии ребенка с особенностями. С особенностями. Дальше это уже мой текст без особенностей. В любой ситуации наше родительское участие оно всегда решающее, потому что мы всегда с нашим ребенком. любая Мэри Коппинс уходит. Не бывает так, чтобы какая-то няня, психолог, терапист, куратор, кто угодно остался бы навсегда с нашим ребенком. Так не бывает. А мы остаемся навсегда. Поэтому наш вклад, наше умение работать, наше понимание, как мы это будем делать, это очень важно. И я видела ситуации, когда родители очень много работали, очень много старались, и тем не менее ребенок не давал того прогресса, на который родители рассчитывали. с одной стороны. А с другой стороны, я никогда не видела, чтобы те дети, которые дали прогресс, да, вот, такой прям, чтобы их родители ничего не делали. И что, чтобы это ограничивалось только тем, что детей водили в какой-то центр два или три раза в неделю, или ездили на какие-то интенсивы, или ездили на дельфинов, а родители только бы финансировали это. Нет, я не видела этого никогда. Поэтому тот самый девиз, да, без надежды, без отчаяния, продолжаем. Никто не знает, никакой специалист, никакой коденщик не даст вам гарантии, что будет. Но если вы ничего не будете делать, то в лучшем случае ничего не получите. Это в лучшем случае. В лучшем случае получим вот это самое проблемное поведение, отсутствие навыков и все прочее остальное. И поэтому все это понимают, и я думаю, что актуальность обучения и участия, о котором постоянно мы говорим, тем не менее, тем не менее, вот это вот акцент такой на участие родителей, совместную работу, он все равно продолжает оставаться актуальным. Дальше, значит, вывод она из этого делает, это мама. Несмотря на внешние обстоятельства, внутреннее сопротивление и не всегда осознаваемое желание приносить свои интересы, карьеру, дело, жизнь к жертву, чем раньше активнее родители будут увлечены в вмешательство, тем быстрее и вероятнее они вернут себе пространство для удовлетворения личных потребностей и амбиций, а ребенок достигнет лучшего из возможных исходов. Это ее слова, это ее мнение, это ее опыт мамы 24-летнего мальчика в салфизме. Дальше она пишет, больше всего я боялась признаться самой себе, что испытаю сильнейший стресс по поводу того, что у моего ребенка расстройство развития. Я много работала, поддерживала родственников, старалась быть веселым, удобным другом. Демонстрировала спокойствие и уверенность, чтобы не ранить своей слабостью близких. Но внутри я была раздавлена и сломлена. И это очень сильно повлияло на меня как на личность. Более того, это не могло не сказаться на моем сыне. Меньше всего я тогда ждала и надеялась на помощь извне и поддержку. Только потому, что никто не мог знать истинного положения дел. И отсюда вывод она делает. Сила родителей не в том, чтобы он стоически может выдержать любые невзгоды, а в том, что он может понять, когда ему нужна помощь и смело обратиться за ней к тем, кто может ее оказать. Вовлечение родных и друзей, участие в родительских группах поддержки, индивидуальная работа с психологом, любая возможность, которая поможет справиться с тревогой и стрессом, уместно и удобно. Потому, что от родительского состояния зависит успех вмешательства и качество жизни ребенка. И последняя ее пятая ошибка, которую она пишет. В самом начале каждый родитель бросается на борьбу, как на амбразуру. Жизнь семьи приносится на алтарь, как жертвоприношение. Все силы тратятся на то, чтобы вернуть свои мечты о нейротипичном ребенке. Но время идет и если в итоге оказывается, что ребенку не потянуть общеобразовательную программу, то накал родительского рвения спадает. В конце концов он не может длиться вечно, приходит смирение. Немощь ребенка, ограниченность его возможностей, окончательный отказ от надежд стать, приблизиться к норме. И вот ведь парадокс. Именно в этот момент родители впервые выдыхают и успокаиваются. Но с успокоением приходят и опущенные руки. Конечно, мы не перестаем любить наших детей, но мы перестаем быть настойчивыми и снижаем вместе с ожиданиями свои требования. Мы смиряемся с тем, что им многое не дано. И в этом кроется большая ошибка. Ведь ребенок растет, его мозговые структуры зреют, пусть не так, как у нейротипичных детей, но их возможности с возрастом расширяются, и они становятся способными преодолевать новые рубежи. Теперь от меня. Что касается академических навыков, которыми мы очень часто первый запрос родителей, когда родители впервые приходят на терапию, например, поведенческую терапию, очень часто первым запросом будет, если, например, у ребенка проблемы с туалетом, проблемы с едой, проблемы с поведением, и он не знает цвета, то первым запросом будет научите нас различать цвета. Это вот не только моя практика, это и статистика такая, ну, это может быть не цвета, это могут быть, я не знаю, буквы, цифры, чтения, все что угодно. То есть, академка. И, например, это четырехлетний ребенок. А когда человек приходит в шестилетнем возрасте и у него тот же набор памперс, еда, поведение, и он не умеет читать, то родители уже не будут просить научить его читать. Мы будем в первую очередь все-таки работать с памперсом. Поэтому расставлять приоритеты первое, что всегда у нас есть, если человек не пользуется речью, пока не пользуется, это коммуникация. Коммуникация, поведение, сотрудничество, самообслуживание, обучение вот этому вот, пусть это будет пока не вербальное, без использования слов со стороны ребенка, но тем не менее, вот этот контакт с ребенком, то есть, когда уже понятно, что что-то не то, и человеку требуется помощь, мы должны начинать с этого. Дальше, эта мама пишет, сыну 24 года, и он каждый день открывает для себя, пусть маленькое, но новое знание или умение. И только от моих упорств и настойчивости зависит длина его шагов в этом непрерывном движении вперед. и вывод. Никогда не смиряйтесь с незнанием, непониманием или немощью своих детей, сколько бы летом ни было. Не переставайте ставить перед ними задачи и новые цели. Их точно так же, как и нас, радуют новые достижения и победы, тем более, что каждый маленький шажок приближает их к самостоятельной и наименее обременяющей в других жизни. Как раз эта цель воспитания любого ребенка стать, чтобы ребенок стал максимально самостоятельным. Та самостоятельность, которая соответствует его физическим и вентальным возможностям. Помните о моих выводах, пишет эта мама, когда будете принимать свои исключительно верные решения и никогда ни о чем не жалейте. Тратьте энергию не на сожаление, а на то, чтобы менять жизнь в тот момент, когда вы поняли, что изменение необходимо. Вот. Мне настолько близко было, когда я прочла это, и настолько близко было это ощущение, я решила вам это процитировать, прочитать прямым текстом, да, чтобы это не звучало как мой какой-то пересказ, а именно слова человека, который идет по этому пути, продолжает идти по этому пути уже в течение 24 лет. Руководящий контроль – хорошая вещь. итак, руководящий контроль – это может помочь действительно. Казалось бы, достаточно простая вещь. Я взрослый, он маленький, он должен меня слушаться. Почему? Ну, потому. Действительно иногда бывают такие ситуации, когда мы не объясняем ничего ребенку, например, куда он лезет гвоздиком в розетку, мы не будем ему рассказывать про силу тока, мощность, вот это вот все, да, мы просто скажем нет и без всяких почему, особенно, когда человек у него, например, два года. но бывают такие ситуации, когда наш руководящий контроль или так, может быть, предлипым, если говорить, например, бытовым каким-то языком, то наш авторитет как родителям подвергается ежедневно серьезным испытаниям. И авторитет или руководящий контроль – это процесс, это не такая вещь, которую мы раз и навсегда учили, вот мы его родили, этого ребеночка, и теперь мы априори имеем этот самый авторитет, руководящий контроль. Самый маленький малявка, он от рождения, так же, как и мы все, от рождения совершенно гениальный поведенческий аналитик и манипулятор. То есть он умеет руководить нашим поведением. он покричал, мы пришли, там, я не знаю, покричал по-другому, мы покормили, ну вот это вот все. Все это прекрасно знают, все мы обычные вещи, житейские, нормальные, это все. Но в какой-то момент происходит так, что мы обнаруживаем, что наш маленький малыш, наш сладенький малышок, он становится таким маленьким тираном. И руководящий контроль то есть, но только не у нас над его поведением, а у него над нашим. И вот что-то нам мешает сделать это наоборот. Что-то нам мешает установить этот руководящий контроль. Что это может быть? Те ситуации, когда мы обращаем больше внимания на нежелательное поведение, чем на хорошее. Обратите внимание, вот смотрите, когда ребенок делает что-то не так, какая реакция? Бурная, яркая, продолжительная. Мы не скажем, ну какой-то ему фу, ну просто, ну как так? Да? Можем как-то долго на этом заострять внимание и повышать голос и все вот это вот. А когда ребенок ведет себя хорошо, ну кто на него обращает внимание? Да никто. Сидит себе вот пальчиком в дырочку ковыре. Если бы в результате не было в хлам порванных носочков, да, мы спорим иногда и торгуемся с детьми. Это просто вот очень часто. Та ситуация, когда мы, как бы, ребенок у нас слишком взрослый. А я со своим ребенком обсуждаю. Вот что-нибудь там обсуждаю. Да, одно дело обсуждать, другое дело пререкаться или торговаться. Обратите внимание, возможно, этот момент тоже иногда присутствуют вот эти вот споры и пререкания, они иногда присутствуют так же, как эти самые пять ошибок, о которых говорила эта мама. Мы, может быть, не обращаем на них внимания, пока кто-то не укажет нам на них. Для этого нужен взгляд со стороны, для этого нужна супервизия, для этого нужен консультант. Требования взрослых отличаются. Это о том, о чем мы говорим. Папа говорит так, мама говорит так, бабушка говорит еще как-то у меня сейчас вот пришла в работу девочка с классическим абсолютно вот этим вот подходом, когда мама пытается установить рамки, мама пытается установить этот самый руководящий контроль, а папа мало того, что он не пытается этого сделать, он еще и мама кричит при ребенке. Ну, в том плане, что зачем ты человека ограничиваешь. Девочка очаровательная абсолютно, дюймовочка очень хорошенькая и у папы это поздний ребенок, его легко можно понять, она абсолютно такой ангелочек, пока не начинает лежать на полу, бить ногами и сбрасывать посуду со стола. Ну, вот работать мы начали с папой. Я как-то надеюсь, что это у нас к чему-то приведет. Учим и надеемся. Дальше проявление агрессии в любой форме. Бывает так, что малыш позволяет себе стукнуть по лицу кого-то, бабушку например, или маму. И мы оправдываем это. Нельзя позволять ни в какой форме никогда бить окружающихся. то есть это надо прекращать на самом начальном этапе. Любой ребенок это может попробовать. Человек так устроен, что он будет искать эти самые границы, за которые уже нельзя. Поэтому вот эта граница должна быть абсолютно четкой. Мы никого не бьем. Нельзя. Дальше потеря самообладания. То есть та самая ситуация, когда один из родителей кто-то знает, очень легко теряет самообладание в какой-то ситуации. Почему это происходит? Мы говорили об этом папе вначале, который как раз терял самообладание, что приводило к печальным последствиям для папы и для ребенка. Почему? В том случае мы выяснили, почему это было. Если вы замечаете, что это происходит с вами или с кем-то из близких, надо выяснить, почему это происходит. Может быть, это усталость, может быть, это непонимание, что нужно делать, неподготовленность, еще какие-то моменты. С этим нужно работать обязательно. Избегаем что-то просить или настаивать, чтобы избежать проблемного поведения. Вот это вот тоже. Наша любимая родительская. Да я не буду у него ничего просить. Я не буду ни на чем настаивать, не буду ничему учить. Лишь бы только не происходило проблемное поведение. Вот к слову о избалованности или о том, что лучше надо учить ребенка, больше выделять от него внимания. У меня был в практике такой мальчик, совершенно замечательный, который прекрасно ходил на горшок, пользовался туалетом у бабушки и абсолютно не делал этого дома. Он дома ходил в памперсах. Обратная ситуация. А у бабушки он совершенно замечательно пользовался туалетом. Родители обратились вот как раз с вопросом о туалетном тренинге. И для меня было большое удивление, когда мы в процессе работаем, и выяснилось, что он а у бабушки он это делает. И раздождите, тогда мы будем работать не с мальчиком. Ну и вообще в любом случае мы сначала работаем со своим поведением, чтобы мы-то понимали, как родители. Мы те самые внешние факторы, мы те самые стимулы SD, которые влияют на поведение, формируют поведение. Мы предшествующие, наши реакции это последующие после поведения факторы. Мы со всех сторон вокруг этого поведения. Не работая со своим поведением, это то, чем мы реально себе можем помочь. Обратить внимание на то, что мы делаем. Потому что можно очень много времени и сил потратить на работу с поведением ребенка. испытывать от этого фрустрацию, огорчение и все прочее остальное. Мой ребенок, почему же так не получается? Мы столько времени с этим работаем. Почему же нет результатов? Это плохой консультант, это плохая программа, или что мой ребенок этого не понимает. Это сплошная беда и огорчение. И иногда, я не говорю, что это всегда, конечно, не всегда происходит такая вещь, как анализ ситуации приводит к тому, что оказывается вот это надо исправить, а вот это это то самое наше поведение. На что еще можно обратить внимание? Естественно, мы не ангелы. Мы взрослые, мы сами выросли, мы теперь хотим делать, как мы хотим. Мама за нами не смотрит, поэтому очень часто мы не организуем. И в течение дня отсутствует структура и порядок. А структура и порядок это то, что нужно вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас карантин. Все. Без структуры и порядка, то есть хотя бы придерживаться, понимать, к чему мы стремимся, что должно быть, что мы должны сделать, какие ориентиры. Нужна вот эта самая структура и порядок. И конечно, если человек говорит, ну вот я так живу, я взрослый человек, мне так хочется жить. Окей, вы можете так жить, естественно, только не стоит требовать от ребенка, чтобы он был дисциплинированный или он делал какие-то вещи обязательные. Опять же, мы должны посмотреть на себя, а мы что делаем? Дальше пустые угрозы. В сердцах мы можем сказать многое. Все, никуда не поедем, хотя мы знаем, что все равно поедем, например, в отпуск или я не куплю тебе то-то то-то, а потом в итоге, когда детка начинает рдать, я куплю тебе то-то и то-то и еще сверху этого 10 штук, только не рдай. Вот это прям отличная стратегия для подкрепления проблемного поведения и для того, чтобы сделать себе большие проблемы в будущем. Вот такие, знаете, гребные советы даю, да? А еще бывает так, что-то произошло и мама тоже, может быть, горячую руку, может быть, ее так воспитали, она решила так дальше своего ребенка воспитывать, она дает ребенку по попе, а потом ей становится ребенка жалко. И она говорит, боже мой, какая я ужасная мать, надо купить вот это, вот это и вот это, чтобы ребенок, чтобы я чувствовала себя хорошей матерью. У меня была девочка в практике, которая подходила зачем-то что-то такое попросить, мы с ней занимались у нее дома, она била себя тапочкой по попе маминой, а потом подходила ко мне что-то просить. Это было так интересно, когда я первый раз увидела какой-то интересный ритуал у человек. То есть сначала надо побить себя по попе тапочкой, а потом что-то попросить. Ну, когда мы стали разбор полетов проводить, выяснилось, что человек сначала получал по попе тапочкой за что-то, а потом получал конфетку в утешении. В нее сформировалась вот такая цепочка. Чтобы получить конфетку, надо получить сначала по попе тапочкой. Вот. Ну, собственно, бывает. вот такая родительская ошибка. И, да, вот это рационализация проблемного поведения. Когда мы пытаемся объяснить, почему ребенок себя агрессивно или плохо ведет, а в другой ситуации никогда не кусается. Вот только когда там, например, ну, не знаю, папа его слишком медленно несет на плечах, а он хочет, чтобы это было побыстрее, вот он, там папу за лбу кусает. Это, я все вот эти примеры из практики приложу. Вот. И дальше еще несоблюдение возрастных границ. Очень часто мы, родители, позволяем себе что-то такое говорить о ребенке или какие-то такие вещи, рассчитывая на то, что ребенок не поймет. Ну, маленький, еще не понимает. Если у кого-то не было еще случая, убедиться в том, что они мало того, что все понимают, запоминают. И в самый неподходящий момент они это так это кумулируют, кумулируют, собирают, собирают, а потом выдают. Это обязательно. И еще, что меня очень часто вот я слышу и очень меня это смущает. Я друг своей дочери или своему сыну, я друг. я хочу быть просто другом, я не хочу ничему учить, не хочу давать никакие интерактивные указания, вот он не хочет. Это тоже можно часто слышать, когда мы работаем, что-то не получается или что-то не идет, как объяснение родителям мы предоставляем вот такое объяснение. А он не хочет. Я понимаю, он не хочет. Но в три года человек может пять лет, десять лет. Мы никак не можем сравнивать его знания, его ответственность, его желание с пониманием, нашим пониманием. И конечно нужно естественно взвешивать актуальность тому, чему мы учим и все вот это вот. Но если ребенок пять лет по всем параметрам подходящий для того, чтобы пользоваться туалетом по незначению, не хочет им пользоваться и поэтому не пользуется, ну собственно не в ребенке дело.